Марка Datsun до конца года прекратит свое существование. Однако после ее кончины останется неплохое наследство – недорогой компактный кроссовер. Чтобы разработка не пропала, машину надумали предлагать под маркой Nissan. Так появилась модель Magnite. Поэтому нет ничего удивительного, что формы решетки радиатора и ходовых огней остались датсуновскими. Четырехметровый габарит также легко объясним. На главном рынке в Индии такие коротыши пользуются приличными льготами. Набор агрегатов тоже заточен под непритязательных земляков Махатмы Ганди. Это однолитровый трехцилиндровый атмосферник, с которым работает пятиступенчатая механика. Правда, с турбоверсией этого движка уже состыкован вариатор. Взяв самую простую архитектуру из ассортимента Альянса, создатели Magnite автоматически отказались от полного привода. Хотя при клиренсе на уровне 20 см трансмиссия 4х4 не была бы лишней. С другой стороны, упрощенная агрегатная база даст очень привлекательный ценник. По данным индийских СМИ, за новинку будут просить около 7 тысяч долларов. А это всего лишь полмиллиона российских рублей. В базовой комплектации обещаны антиблокировочная система, задний парктроник и пара подушек безопасности. Однако скромный набор оборудования можно будет расширить по своему вкусу, добавив круиз-контроль и многое другое. Выпускать новый кроссовер будут на заводе Альянса Рено Ниссан Митсубиши неподалеку от индийского города Ченнай. Оттуда же машины пойдут на экспорт. Правда, в наши края магнит вряд ли попадет. Уж очень он примитивен и мал. Новый кроссовер Chevrolet Groove мы тоже вряд ли увидим. Взяв китайский Baozhzun 510 четырехлетней давности, американцы просто навесили на него свою эмблему и теперь будут предлагать на нескольких рынках Латинской Америки. От исходного китайца Chevrolet отличается решеткой до шильдиками. Зато стоит сравнительно недорого. В российских рублях под миллион. Единственный силовой агрегат сочетает бензиновый атмосферник, шестиступенчатую механику и передний привод. Любопытно, что по всему миру Groove будут расползаться из Поднебесной. Экспорт модели уже запланирован на Ближний Восток и в страны Африки. А значит, качество китайцев достигло того уровня, чтобы продавать их под мировым брендом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Африкин Корректор А.Егорова Африкин Корректор А.Егорова